девчули всем огромный огромный приветик и всем кто случайно попал на этот ролик нашим ноготочком практически месяц относилась все отлично прошлый ролик с этими ноготочками я оставлю в описании и в принципе все как всегда у меня ничего не меняется это керамика с синей насечкой но тут кстати двойная насечка синяя и красная снимаю на форварде приблизительно на 25 тысяч оборотов в минуту аккуратно плавными движениями стараюсь снять как цветное покрытие так и часть геля но на самом деле келя у нас не очень много на наших ноготочках но сами ногти они такой круглообразной формы но можно сказать растут немножечко вниз поэтому конечно я стараюсь снять побольше материала и поменьше выложить его чтобы визуально еще не утолщать эти ногти следующий этап у нас идет выравнивание старого материала и опил формы но в принципе как с квадрата переходить на миндаль очевидно это от точки в роста переходим получается к торцу по середине кстати именно с этой клиенткой у меня была не очень хорошая ситуация когда она сходила к другому мастеру и тот мастер перепилил ей очень сильно точки в роста так вот они восстанавливали восстанавливались у нас очень долго больше 3-4 месяцев поэтому пожалуйста девочки не перепиливайте я понимаю что вы хотите сузить ноготочек но лучше выложите материал можно сказать вверх так он визуально станет уже и естественно обязательно мы переходим к маникюру пушером я хорошо приподняла кутикулу как бы сделала карман и беру фрезу пламя она у меня с алиэкспресс и диаметр у нее но наверное больше чем моя стандартная 2 и 7 то есть это фреза более пузатая кто еще не в курсе то 90 процентов я работаю всегда на реверсе но то есть в основном на курсах конечно учат работать на форварде справа налево а я работаю слева направо то есть от левого синуса я начинаю аккуратненько стежковыми движениями вычищать весь наливший птеригий естественно птеригий можно было убрать пушером тоже так многие делают а фрезой же просто зашлифовать ноготь в зоне кутикули но эта техника очень быстро и мне она нравится на этом этапе я также приподнимаю немножко кутикулу чтобы можно было так скажем поглубже залезть под нее на этом среднем ноготочке у нас разные точки в роста но это все еще привет из прошлого но в любом случае месяц-два они полностью восстановятся лучше конечно всего сделать форму квадрат но новый год на нас и клиентка захотела изменить форму кусачки у меня сталикс на 6 миллиметров советую кстати брать всегда миллиметра побольше даже 9 миллиметров ими проще работать чем кусачками 3 миллиметра в общем срезаю кутикулу тонкой полосочкой ножнички я кстати не люблю потому что вот например как сейчас кусачками залезаю в синусы до ножничками так бы не получилось сделать убираем полностью пыль и обезжириваем ногти я обезжириваю ногти всегда спиртом и наносим конечно же праймер он служит хорошей сцепкой ну и как все знают я наношу всегда базу базу тоненьким слоем любую жиденькую сейчас у меня от эльпазы можно использовать даже гель однофазный и обязательно просушить сегодня у нас гель от эльпазы персик цвет достаточно интересный прям какой-то карамель на персик вы можно так его назвать я ему же работала и вам показывала камуфлирующий гель самовыравнивается который очень хорошо техника как всегда моя безапильная вот такой капельки мне достаточно будет на один ноготь кручу подгоняя ближе к кутикуле самое большое количество материала у меня находится только по центру то есть там где ноготь может сломаться по идее тем самым из-за толщины ноготь не будет ломаться то есть но толщина естественно там не больше трех миллиметров в середине должна быть и отправляю сушиться в лампу вот что у нас в итоге получается и забыла сказать что обязательно надо перевернуть ручку клиента перед лампой цветники у нас сегодня от арбикс и от эльпазы эльпаза номер один альпийский снег арбикс номер два серия галактика и кассиопия кстати в конце ролика мы будем разыгрывать купон на 1000 рублей как всегда с эльпазы shop эти гель лаки именно оттуда новая коллекция galaxy и хамелеоны как раз то что нужно в новогодний период эта серия galaxy с блестками наносится круто то есть ничего не пришивит они не полупрозрачные то есть два слоя у меня идеально все легло этот цветник можно нанести вообще в один слой это эльпаза номер один альпийский снег флакончиков 5-6 у меня точно уже ушло помните раньше был дизайн модный может быть года два назад со сваровский пикси вот и клиентка решила сделать именно их но сваровский извините у меня нету поэтому будем использовать аналог крепить я буду на густющий густющий топ раньше я крепила на любой гель или даже базу но тут я поняла что можно было взять самый обычный в принципе топ эти бульон очки у меня салика ссылки конечно же у меня не осталось лет сто прошло когда я покупала последний раз но в поисковике вы можете найти ее вроде как икра рыбы для ногтей ну а там где не смогла посыпать эти бульон очки я помогаю себе ну любой кисточкой дальше я это никак не перекрываю этот дизайн у нас так и остается выпуклым обычные стразы я креплю на гель и краешки могу еще перекрыть вот прям краешки стразиков топом с бульонками конечно я такое не делаю остаточки пересыпаю обратно в банку одну руку кстати мы сделали темную перекрыли все финишем без липкого слоя ногти сделаны за полтора часа вот такая красотища блестящие у нас получилось клиентка моя очень такое любит обязательно покажу как она отходила с этими ноготочками ну а мы переходим уже к выкраски и расскажу немножечко про конкурс его мы наверное проводим уже раз в пятый условия остаются все прежними это подписаться на мой канал подписаться на эльпазу шоп сделать репост этого ролика к себе на страницу вконтакте и в комментариях просто оставить вашу ссылку ну на страницу на момент конкурса ваша страница должна быть открыта спустя 10 дней я выйду в прямой эфир и с помощью приложения определю победителя также в общем кому понравились эти цветнички и вообще кто зайдет на липазу шоп у вас будет промо код крупно напишите слово омарова промо коде и будет вам хорошая скидочка эта коллекция galaxy а дальше будет как раз таки хамелеоны ну все девчонки я наверное с вами прощаюсь смотрите дальнейшую выкраску там голос у меня немножечко изменен потому что снималась и сразу озвучивалась а вы сами понимаете что выкраску делать долго и нудно поэтому я немножечко все таки ускорила номер 2 хамелеон можно наносить на любой цвет переливается это уже у нас идет синий фиолетовый возможно это не так конечно видно на камере но я же обязана вам показать далее номер 3 интересный потому что ну это и есть да хамелеон различными цветами номер 4 он уже прям смотрите какой-то прям насыщенный фиолетовый чтобы вы понимали это полупрозрачный цвет ну как сказать он с шиммером с определенными блестками да такими микро как тени наверное да как пигмент какой-то переливается можно наносить на любую подложку на черном она более так круче смотрится вот как это сверкает как это блестит при разном освещении естественно цвет будет разный крут смотрится ну и все девочки спасибо что досмотрели этот ролик до конца обязательно участвуйте в конкурсе чем больше участников тем больше будет конкурсов но все всех люблю всем пока пока